ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В год, названный президентом Украины годом детского творчества, в Крыму состоялось знаковое событие для детей полуострова – возрождение фестиваля «Крымские зори». Почему возрождение? Потому что впервые всесоюзный песенный конкурс «Крымские зори» был проведен в 1973 году. Он открыл новые имена и принес всесоюзную известность таким артистам, как Юрий Богатиков, Валерий Леонтьев, София Ротару, Александр Серов, Анни Вески и многим другим. Фестиваль перестали проводить в связи с распадом Советского Союза. В этом году одаренные юные крымчане от 12 до 16 лет приняли участие в конкурсе. Первый отборочный тур с приглашением зрителей прошел в городах и районах Крыма. В Керчи отборочный тур проходил в Школе искусств имени Романа Сердюка. По условиям конкурса в его программе было исполнение песни советской эпохи и современной песни. Советского Союза давно уже нет, но старые советские песни, как много лет назад, по-прежнему продолжают исполнять и слушать. Причем они нравятся не только советскому поколению, но и современной молодежи. Значит, есть в них что-то такое, что заставляет возвращаться к ним вновь и вновь. Доброта, искренность, душевность и любовь к родине. ПЕСНЯ Я выступаю с номером Софии Ротара «Чайки над водой». Это песня 1974 года. Мало времени было на репетицию. Мы порепетировали всего лишь полмесяца. Вторая моя песня – это современная Мария Яромчук «Весна». Мой диапазон раскрывается, становится больше благодаря занятиям. Мы осваиваем сцену, показываем, что можем. Юрий конкурса оценивала чистоту и красоту голосов, исполнительское мастерство и артистизм. В результате этого отбора у нас получилось пять конкурсантов, которые получили первые места. Это Алена Никитина, это Епинетова Анастасия, это Горшкова Леонора, Блинова Анастасия и Хужина Амалия. То есть девочки показали достаточно высокий уровень. И я уверен и надеюсь, что из них получится в будущем очень хорошая певица. Поэтому мы отнеслись с должным вниманием, ответственностью. И я как начальник управления, в общем-то, доволен этим нашим фестивалем. И я надеюсь, что мы поедем из Симферополя и так далее, и так далее. Третий финальный тур планируется провести 1 октября в Ялтинском театре имени Чехова и киноконцертном зале «Юбилейный», где состоится гала-концерт и церемония награждения победителей. Конечно же, ими станут лучшие из лучших. Желаем юным керчанкам оказаться в числе победителей и получить это высокое признание своего таланта и мастерства. В этом году крымчанка Злата Огневич представляла Украину на Евровидении и вошла в тройку лучших исполнителей Европы. Зажечь новые крымские звездочки – задача фестиваля «Крымские зори». Глава правительства Крыма Анатолий Могилёв пообещал создать из финалистов и победителей группу, которая отправится в гастрольный тур по городам Украины. Продолжение следует...